Здравствуйте, уважаемые любители киберспорта. Сто лет такого не было. Чувствую себя, волнуюсь очень сильно. С вами Михаил Анжимайкер. Беру интервью у Not4U. Не могу я привыкнуть называть тебя Горынычем, потому что, вспоминая ВЦГ, вот все вот эти вот. И всегда был Not4U. Почему Горынычем решил стать? Ну, все очень просто. Извини. Может быть, я хочу вести интервью. Не, ну, на самом деле, все очень просто. Ну, Not4U это как-то, ну, скажем так, по-буржуйски, что ли. Хочется отечественного никнейма и просто так ласково, Горыныч, там, приятно. Вот. Что-то из нашей культуры, вот так вот. Но футболку не обновил форму? Ну, форма очень старая, еще с того времени. Так что лежала, вот, видите, хорошо сохранилась. Да. О ремастерде стоит поговорить. У нас не так давно анонсировали Warcraft Reforged. Blizzard всерьез, видимо, решили обновить старую линейку любимых игр. Время уже какое-то прошло после выхода ремастерда. Вот сейчас уже, что можешь сказать о игре, о качестве исполнения, о том, зачем это было сделано, как ты относишься к ремастерду? Ну, в целом, очень положительно. Мне кажется, то, что действительно стоит делать на новом движке, с новой графикой, приятнее смотреть. Поддержка широкоформатных мониторов, ну, обновили матчмейкинг. В принципе, в целом, я думаю, что они хорошо провели работу. Подводят, конечно, то, что, ну, игра старая, все-таки сейчас новые люди приходят исключительно на хайпе в игры, а игра, как бы, очень старая. Поэтому комьюнити не обновилась. Вот это печалит. С Warcraft, я думаю, будет примерно то же самое. То есть, все старички, все среднички, они с удовольствием будут играть. Но новых игроков, я думаю, они не заинтересуют. А новые игроки не приходят, потому что механика сложная, сам жанр не такой популярный. По какой причине, как ты думаешь? Ну, в стратегии, наверное, вообще мало кто играет. Да нет, я бы не сказал, что сложно. Просто, наверное, надо иметь любовь к определенным вещам. Потому что, наверное, как бы, там, бегать с пушкой, например, да, там, какой-нибудь Quake, там, или там, PUBG, там, Counter-Strike, оно ближе, ближе к человеку. Ну, это как, не знаю, солдаты, там, какой-нибудь офицер, да, то есть, солдат больше, потому что, ну, как-то и проще, и понятнее. А там, кто там на картах рисует, это, ну, и не всем интересно. То есть, это скорее от образа мышления, ты думаешь? Ну, да, да, то есть, и причем это не то, что там кто-то там лучше, хуже. Просто, ну, просто вот такой склад ума, и таких людей, как правило, просто меньше. Хорошо, ну, ты упомянул PUBG, и сейчас, и до интервью. Чем тебя заинтересовала эта игра? Да, не знаю, ну, просто понравилась, прикольно. Вот твои стримы посмотрел, думаю, блин, так периодически просто смотрю, ты играешь что-то новенькое, там, вот, майки разыграть, надо попробовать, понравилось, ну и все. Какой рейтинг, с кем играешь? Один дуо? Ну, дня команды нету, соло играю, ну, грандмастер сейчас вот так. Грандмастер? Ну, 2200, но я не очень хорошо играю. Грандмастер это где-то там топ-1000, да, насколько я понимаю? Не знаю, там, ну, 2000 нужно очков набрать. То есть, если набрать, там несложно набирать, то есть, я бы сказал, что-то очень скиллово. После грандмастера, кажется, есть последний рейтинг, это типа топ-200, а вот, ну, в общем, да, добавили не так давно, ну, как не так давно, месяцев 5, наверное, назад, эти вот ранги. Но это неплохо, слушай, 2200 рейтинг, какой киллдесс рейтинг? Хотя, честно, вестеркрафтеры говорят, наверняка, смотря интервью, какого черта ты спрашиваешь про эту трэш-игру? Согласен, абсолютно. Какой КДА у тебя? Два, по-моему. Ну, это не такой высокий показатель. Видимо, на выживание играешь. Да, да, я прячусь. Мне нравится в кустах, там. Окей. Из пришедших на турнир, ну, стоит отметить, что, несмотря на то, что призовой отличный, действительно пришло людей немного, просто потому, что, видимо, сцена сформирована, новой крови мало, пришли старички. Кого ты особенно был рад видеть на этом турнире? Ну, довольно много, на самом деле, людей, которых прям я знаю, вот, то есть, это ребята, которые давно очень играют, приятно, ну, вести. Ну, встретить старые лица, ну, наверное, практически всех, вот, отечественных игроков. Очень приятно то, что приехали люди из-за рубежа. Вот, то есть, приехал сейчас, наверное, топовый игрок вообще вне Кореи. Он зерг. Приехали ребята, которые, ну, откровенно говоря, ехали сюда туристами. То есть, ну, я считаю, там, вот, какой-нибудь Эриадор там, который приехал, да, который уже Ликвид Дрон, совсем вообще древний-древний игрок, еще из команды Ликвид. Ну, он, конечно, приехал как турист. Вот, ну, и приятно то, что они не побоялись корейцев, потому что поездка не окупится никак для них, вот, если в этом плане судить. Ну, вообще-то всех рад видеть. А ты сам не боишься корейцев? Как ты готовился к турниру? На что рассчитываешь? Ну, честно, не готовился, потому что изначально там была информация о том, что приедет шесть корейцев. Ну, да, ну, просто, учитывая просто разницу в тренировочной базе, грубо говоря, чтобы достичь уровня корейца, вот, игроку, если он, допустим, хочет, вот, возьмем Илон Зерга, топовый некорейский игрок, да. Если он хочет достичь уровня прогеймера, то ему нужно играть примерно год с прогеймерами. Ну, я так оцениваю. Может быть, меньше, если он очень талантливый, а может быть, больше, если он менее талантливый, но более трудолюбивый. Вот, а негде играть просто. Сцена есть, в сцене там, если играешь, 20 сильных игроков есть в Европе, с которыми ты будешь играть все время неизбежно, и не повышишь свой уровень. Поэтому очевидно, что, ну, 90%, что все туристы здесь, кроме корейцев. Если шесть корейцев, то, ну, какая разница, буду я готовиться месяц, там, напряженно каждый вечер, там, после работы приходить, говорить, там, детям, так, за игрушки, папа, за кум. Это не поможет, поэтому я так, к этому турниру очень спокойно. А где ты работаешь, если не секрет? Ну, я IT-специалист, начальник IT-отдела в небольшой компании, вот так вот. Скромненько так, начальник IT-отдела. Как твои дети относятся к тому, ну, во-первых, сколько лет? Ну, старшему 13, вот, дуо, PUBG-дуо, играем иногда. Да нормально относятся. А ему какие игры нравятся? Слушай, ну, сложно сказать, там же в основном то, что играют ребята в школе, в танки он играет периодически, в Майнкрафт играл раньше, и сейчас вот танки PUBG, что-то такое, ну, чуть-чуть подрастает. Не знаю, вот, что ребята играют. Ты не пытаешься ему привить, подсказывать какие-то игры, советовать? Да нет, зачем, это же он растет. Он сам решит. Растет танкистом? Ну, пускай. Ну, может быть, может быть. Хорошо. Что тебе нравится смотреть, я не про себя, на Goodgame, какие твои стримеры? Ну, Майкера мне нравится. Не-не, я им не про себя. Ну, это не лезть, серьезно. Да, в основном, если честно, больше не смотрю. Старик, Поми, там нет, не следишь за сценой, первый, второй Старкрафт? Второй Старкрафт мне категорически не нравится смотреть. Он лично для меня очень скучный, вот, ну, это мое мнение. Вот, поэтому тут без разницы, Поми, не Поми, просто второй Старкрафт. Первый Старкрафт, обычно, если идет стрим, я играю в турнире на Goodgame, поэтому тоже не смотрю. Но, сочетаю ежедневно, да, то есть там что-то новое, это да. А вчера на лане был по второму Старику, или ты игнорируешь Старкрафтов вообще полностью? Игнорирую. Ну, да, у Росбрейна такая же позиция. Ну, ты же в свое время играл во второй Старик, стартовал там? Ну, немножко, да, в бету играл, и чуть-чуть, чуть-чуть, когда совсем вышла первая часть. Ну, мне, откровенно говоря, не очень понравилось, то есть, у меня кое-какие там успехи были, нужно было там еще готовиться, вот. Ну, я посчитал, что мне, если честно, очень скучно, у меня нет мотивации просто. Вот, и поэтому я не стал. Ну, и, соответственно, желание как-то вернуться и во что-то ворваться профессионально, учитывая то, что есть работа, семья, дети, все, уже ты об этом не думаешь? Ну, это очень тяжело, это очень много времени отнимает, чтобы ворваться в какую-то сцену, нужно посвятить себе полностью себя этому целиком, это невозможно. Вот, как бы, так, вечером там поиграть, это можно, с ребятами пообщаться, а профессионально нет. Ну, и плюс игра же должна зажигать, то есть, она должна именно, не только должна быть, типа, денежная, о, я сейчас тут всех тут, нужно именно иметь желание играть, она должна нравиться, интерес быть, ну, вот у меня, к сожалению, нет интереса к второму. Ну, ясно, ну, спасибо большое тебе за интервью, напоследок, что хочешь, что хочешь, расскажи, скажи, передай приветы, пожелания, там, наставления, ты же уже мудрый, взрослый. Ну, не хочу быть очень мудрым взрослым, если честно, хотелось бы, чтобы, ну, если есть какие-то ребята, которые готовы обратить внимание вот на Старкрафт, на старые игры, которые действительно интересные, которые зажигают, несмотря на то, что там не очень удобный интерфейс и не супер, там, графика, да, но, тем не менее, они, ну, доставляют удовольствие, вот спустя 20 лет люди собрались играть. Поэтому, вот, если есть люди, кто хочет обратить, я бы рекомендовал, ну, попробуйте, вдруг появится новая комьюнити, я там, лет через 15 буду говорить, о, приду вот так вот с кофейком уже, буду смотреть. Говорят, а, молодцы, молодые играют. Вот так, вот, если честно, сыну предлагал, ему не зашло. Сложновато, да, заходить. Всего хорошего тебе, успехов на турнире, пока. Спасибо, спасибо.